всем привет давно не виделись не так давно у меня была сессия то есть обучение проходила на дистанционно естественно отсюда следовало что необходим пакет программ чтобы работать с текстом то есть microsoft office и прежде чем перейти к сегодняшней теме я хотел бы вас попросить перейти на мой второй канал и подписаться если вдруг вы хотите видеть как я восстанавливал эту машину ну и многое другое по автомобильной тематике давайте вернемся к офису и сегодня я вам расскажу во первых где его можно взять потому что каждый начинающий пользователь сталкивается с тем что ему негде печатать текст почему эта проблема актуальна во первых я не люблю пиратское программное обеспечение есть конечно куча активаторов чтобы активировать пиратский офис но нас интересует именно лицензия поэтому я расскажу именно о лицензии и второе даже если у вас уже установлен microsoft офис у вас могут возникнуть какие-либо проблемы расскажу несколько универсальных способов как эти проблемы решить в итоге в конце видео мы должны получить полноценный лицензионный пакет microsoft офис то есть текстовый процессор который будет осуществлять все наши задачи а также что важно не будет установлены никакие активаторы и кеганы что для меня лично очень важно так как сегодняшнее видео у нас проходит в режиме небольшого влога хочу сказать вам про свою новую камеру как раз на которой сейчас и снимаю это видео и если вы хотите побыстрее увидеть на нее обзор то пишите в комментариях хочу обзор на новую камеру ну и конечно же не забудьте перейти на мой второй канал и подписаться а теперь приступим к делу и первый вопрос который стоит перед нами это где взять лицензию на microsoft офис в нашем случае это 365 версия и первый вариант ее можно купить за небольшие деньги на ebay мне она обошлась в 1 доллар то есть 70 рублей но есть одно но такую лицензию которую продают на ebay можно получить абсолютно бесплатно но лишь на срок три месяца на ebay в свою очередь обещают пожизненную лицензию но это на самом деле не так либо она на три месяца либо же она на год у меня есть уже готовые инструкции как во первых купить на ebay этот продукт либо же получить от microsoft его бесплатно и ссылочки на эти видео останутся в описании но теперь плавно перейдем к проблемам которые могут у вас возникнуть при использовании офиса как видите в моем случае продукт деактивирован связано это с тем что у меня закончился лицензионный пакет который microsoft предоставляла мне на один год бесплатно по своей программе сейчас к сожалению не сократили сроки раздают их всего на три месяца еще раз напомню ссылочка в описании от этого у меня перестали быть доступными все функции ворда и даже когда я купил новый аккаунт с лицензией и авторизовавшись по нему то все равно проблема осталась и один из универсальных выходов в этой ситуации это обновить офис и только что вы видели последовательность выполнения данной процедуры как видите приложение сеть загружает а значит она обновляется как правило эта процедура в большинстве случаев проблемы возникшие с офисом устраняет эту процедуру также можно выполнять если даже у вас возникли другие ошибки не связанные с окончанием лицензии или с деактивацией продукта ну а теперь давайте запустим офис и посмотрим устранена ли наша проблема как видите в ворде никаких проблем нет все функции снова доступны и в учетных записях проблем никаких нет также в остальных продуктах microsoft офис кстати хочу осветить вопрос по поводу продажи офиса на ebay что это такое откуда его берут почему лицензия на офис на ebay такая дешевая здесь все достаточно просто продавцы получали как раз по той программе от microsoft по которой можно получить ее бесплатно естественно они продают ее другим людям под видом пожизненной лицензии на самом деле это не так либо же этот продукт на три месяца они получали его недавно либо же он на год так как какое-то время microsoft раздавали данный продукт на целый год и теперь второй универсальный подход по решению проблем с офисом для начала нам нужно удалить microsoft офис вместе со всеми его продуктами переходим в панель управления удаление программ находим здесь офис и удаляем его после чего находим его microsoft store если у вас windows 10 либо же просто скачивайте данный продукт с официального сайта microsoft и устанавливайте его заново после чего устанавливайте все необходимые компоненты офиса то есть word powerpoint либо же excel и другие программы это второй универсальный способ который призван помочь вам решить все остальные проблемы с офисом и на этом все надеюсь что я смог вам помочь до встречи в следующих роликах а